Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. На Купянском направлении российской артиллерии нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям Вооруженной силы Украины, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. На Красталиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены к контратаке трех штурмовых групп Вооруженной силы Украины из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка ДНР. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые машины пехоты, бронеавтомобили и 3 пикапа. На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили 3 контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 3 пикапа. На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты Вооруженной силы Украины в направлении населенного пункта Павловка ДНР. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 3 пикапа. В операционной тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 7 пунктов управления Вооруженной силой Украины в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка, Харьковской области, Георгиевка, Водяное ДНР и Желтая Круча Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожен склад боеприпасов Вооруженной силы Украины. В районе населенного пункта Красный лиман ДНР в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня Вооруженной силы Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка и Кременая Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня Хаймарс в районе населенного пункта Первомайск Луганской Народной Республики и противорадиационная ракета Харм в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники. Продолжение следует...